Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Канал, на который вы подписываетесь, чтобы смотреть ежедневные видео о криптовалюте. Меня зовут Богатейший Ди и сегодня будет жарко. Начнем с черного камня, BlackRock. Для тех, кто не в курсе, кто это вообще такие, объясню. BlackRock это крупнейшая международная инвестиционная компания. Активы под управлением этой компании оцениваются в более чем 6 триллионов долларов. Буквально сутки назад BlackRock объявили о том, что они не запустят биткоин ETF, пока криптовалюту не узаконят. Что ж, порция неопределенности, страха и сомнений добавлена в криптовалютное блюдо ребятами из BlackRock. На самом деле это неприятно читать, потому что BlackRock это одна из самых главных компаний в мире финансов. По сути, это самый крупный финансовый институт в мире, в том числе и крупнейший провайдер ETF. Странно, что у них настолько изменилась риторика. Ведь совсем недавно мы слышали о том, что BlackRock изучает возможности инвестиций в криптовалюту. Эта новость вышла в июле 2018 и подарила многим надежду, которую теперь взяли и убили. BlackRock, крупнейший поставщик ETF, медленно продвигается криптовалютам. Но запускать биткоин ETF пока что не будет. Я не говорю никогда. Я говорю, когда это станет законно. Комментирует ситуацию глава компании. В конечном итоге это должно быть одобрено правительством. Я не чувствую, что любое правительство одобрит это, если у них нет понимания, куда идут эти деньги. Конечно же не обошлось без упоминания о возможном присутствии в криптоиндустрии мошенничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Как по мне, то все вышесказанное это правильно. Крипторынок сейчас как какой-нибудь дикий запад в свое время. Это молодой рынок, который почти никак не регулируется. Поэтому я не удивлен, что после стольких месяцев исследований BlackRock пришли именно к таким грустным выводам. Существует более 2000 криптовалют и я уверен, что большинство из них через 5 лет просто перестанут существовать. Но криптоиндустрия-то никуда не денется. Думаю, такие компании как BlackRock это прекрасно понимают. А что вы думаете об этом, ребята? Обязательно пишите в комментариях, не стесняйтесь. Это был небольшой красный флаг, а теперь давайте немного позитива. Банковский гигант Морган Стэнли признал криптовалюту новым институциональным классом активов. Как заявляют их аналитики, биткоин является цифровыми деньгами и пользуется доверием инвесторов, которые используют его для решения проблем в финансовой системе. Кстати говоря, тема исследования также включила себя и стейблкоины. По мнению банка, не все стейблкоины выживут, а только те, что обладают самыми низкими транзакционными издержками, наивысшей ликвидностью и определенной структурой регулирования. Грубо говоря, Морган Стэнли поддерживает биткоин, это позитивная новость, а вот Блэк Рок подсыпал негатива. Возникает вопрос, какая из этих новостей имеет больший вес? Пишите свои варианты ответа в комментариях, у каждого своя точка зрения, но давайте просто сравним Морган Стэнли и Блэк Рок. Морган Стэнли управляет активами на сумму 482 миллиарда долларов. А что же насчет Блэк Рок? 6 триллионов долларов. Технически слово Блэк Рока весит больше, чем Морган Стэнли. А в Блэк Рок ребята, кроме негативных мыслей, пытаются донести еще одну. Нам ясно, что Америка хочет биткоин ETF. И мы здесь, чтобы сделать его. По мнению директора по стратегии в области цифровых активов, утверждение SEC уже совсем близко, даже несмотря на неоднократные отказы комиссии по запуску биткоин ETF. Как обычно, ребят, поставьте лайк этому видео, если вы нашли в нем что-то полезное или интересное. А на очереди у нас еще Вичейн и Тезер. Эти новости тоже очень важны с моей точки зрения, поэтому сразу переходим к ним. Официально Вичейн заявили о сотрудничестве с китайскими энергетическими компаниями ИНН и Шанхайгаз. Результатом сотрудничества должно стать блокчейн-решение для бизнесов компаний. Вичейн будет нести ответственность за обеспечение программных и блокчейн-решений для существующих проблем. Это что-то очень большое и весомое для криптоиндустрии. Стремление Китая стать мировым лидером в развитии чистой энергии и уменьшение техногенных выбросов в атмосферу 2 ноября этого года перешло на новый этап. Вместе с объявлением партнерства с Вичейн, а также анонсом блокчейн-решения по сжиженному природному газу, другими словами, СПГ. Кстати говоря, Китай является одним из самых крупных производителей СПГ и его вторым крупнейшим экспортером в мире. А теперь энергетические гиганты Китая сотрудничают с Вичейн. Думаю, такие крупные дела позволят Вичейн выйти на еще большее количество людей. Пока что это тестовые работы между компаниями, но в случае успеха сотрудничество будет происходить уже на национальном уровне. Это просто фантастика. Импорт, экспорт, трейдинг, таможенные процедуры, связанные с СПГ, должны происходить очень аккуратно в целях безопасности, эффективности и аудита. А технологии IoT и блокчейн уже не раз доказывали, что могут справиться с этими функциями. Поэтому сотрудничество этих двух китайских компаний с Вичейн это что-то масштабное и историческое. Я думаю, что это не только для Вичейн, но и для всей криптовалютной отрасли очень большое событие. Пишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. И кстати, напишите, как вы относитесь к Вичейну. Тоже интересно будет посмотреть на народный индикатор. А мы переходим к Тезеру, известный всем стейблкоин. Тезер открыла счет в банке на Багамах на почти 2 миллиарда долларов. Почему это должно нас волновать? Компания Тезер Лимитед публично подтвердила, что установила партнерство с Дельтек Банк. При этом счет был открыт лишь после долгой проверки, которая включила в себя оценку того, сможет ли компания поддерживать соответствие USDT одному доллару США. И вот поэтому эта новость меня зацепила. Потому что Дельтек Банк убедился, что Тезер может удержать свой стейблкоин на отметке в 1 доллар за токен. На самом деле, даже сейчас Тезер стоит меньше 1 доллара. Ребята, а вы держите свои деньги в Тезере, когда рынок лихорадит? Лично я лучше фиат выведу, чем доверюсь этому стейблкоину. Тем не менее, банк подтвердил, что на счету Тезер находится почти 2 миллиарда долларов США. И то, что они могут обеспечить почти такое же количество токенов. Они даже письмо опубликовали. Какая забавная подпись, а? Некоторые народные умельцы уже трансформировали эту подпись в известное слово SCAM. Конечно же, на рынке существуют и другие стейблкоины, но все они мелкие, маленькие, худенькие и другие синонимы этого слова. А Тезер, по сути, единственный способ пережидать бури на рынке. Но безопасно ли это? Мы уже видели, как Тезер проседал, когда рынок рос. И это беспокоит. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Что ж, ребята, на этом я и закончу. Обязательно поставьте лайк, если видео было вам полезным. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Делитесь видео с друзьями, пусть они тоже начнут увлекаться криптовалютой. А также переходите к нам в Телеграм и группу ВК. И не обходите стороной мой собственный мониторинг обменников Exchange Sumo. Все ссылки будут в описании под этим видео. И, конечно же, богатеете. А меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok